МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне 81 год. У меня почти миллиард подданных. Я правлю уже 62 года. Дольше, чем любой другой монарх в истории. Мы закончили? К 50-летию царствования британской королевы Виктории в Лондоне организован грандиозный прием, на котором царственные особы со всего мира отдают дань уважения авторитету монархии. А многочисленные колонии демонстрируют свою покорность и восхищение правительницей. Из индийской агры в Англию отправляется молодой индус-мусульманин Абдул Карим, которому доверена честь преподнести королеве юбилейную монету, отчеканенную в Азии в ее честь. Как обычный лакей, Абдул должен был вручить подарок и безмолвно удалиться. Однако Виктория неожиданно обратила внимание на статного иностранца и назначила тому аудиенцию. Уставшая от дворцового этикета, подхалимажа, прислуги и нытья наследников, королева обрела второе дыхание, приблизив к себе непринужденного, простого и прямодушного иностранца. Но двору Абдул так и остался чужим. Желаю, чтобы мистер Абдул обучал меня. Он индийц, Ваше Величество. А я королева Англии. И мои желания должны быть исполнены. Ты нарушил существующие правила. Во всем мире знают Викторию, легендарную королеву, которая управляла огромной империей. Но кто такой Абдул? Тайна этой необычной дружбы, которая тщательно и целенаправленно скрывалась на протяжении целого века, раскрывается в новой королевской биографической драме Стивена Фрирза «Виктория и Абдул». Эту историю раскопала британская журналистка Шарабани Басу. В 2001 году Басу изучала историю Кари. Она выяснила, что королева Виктория была большой любительницей этой приправы. Писательница посетила Осборн Хаус, резиденцию Виктории на острове Уайт, где ее особенно заинтересовали два портрета и бронзовый бюст величавого индуса. В гардеробной Виктории Басу обнаружила еще один портрет этого мужчины, висящий непосредственно под изображением любимого Виктории Джона Брауна. В Осборн Хаусе есть особая комната, украшенная индийскими редкостями. Виктория назвала Индию алмазом в своей короне. Она носила титул императрицы Индии, хотя никогда там не бывала. В 2006 году журналистка посетила Балмурал, королевский замок в Шотландии, где увидела коттедж Карима, домик, который, по указанию Виктории, выстроили для Абдула. Писательница понимала, что с этим индусом, которого королева называла Мунши, в переводе с хинди «учитель», связана какая-то тайна и решила во что бы то ни стало докопаться до истины. Абдулу было всего 24 года, когда он отправился из Индии в Великобританию. Ему удалось привлечь к себе внимание 62-летней Виктории. И королева организовала для него частные курсы изучения английского языка, чтобы облегчить их общение. Он, в свою очередь, каждый вечер обучал ее наречию урду, читая стихи Халиба в подлиннике. Они проводили очень много времени вместе, разговаривая об Индии. Абдул рассказывал королеве о своей родной Агре, городе величественного Тадж-Махала, о фестивалях на улицах Агры, о жизни простых индусов. В их беседах, особенно об индийской поэзии и культуре, было много романтичного. Придворные строили заговоры против Абдула, к которым в любой момент мог подключиться принц Уэльский. В фильме он фигурирует под именем Берти. Виктория была намерена во что бы то ни стало защитить Абдула. Принц Берти, который впоследствии стал королем Эдуардом VII, уничтожил всю корреспонденцию матери и мунши, но, к счастью, не догадался заглянуть в ее индийские дневники. В этих записях Шарабани Басу нашла историю о королеве Виктории и ее обожаемом мунши Абдуле Кариме. Дневники, которые Виктория вела от руки на языке урду, хранились в королевском архиве и были совершенно проигнорированы западными историками, занимающимися викторианской эпохой, поскольку те не владели этим наречием. Басу немного понимала язык урду, хотя и не владела им свободно. Абдул писал Виктории латиницей, так что его письма журналистка перевела без труда. Над текстом королевы пришлось поработать подольше. В общей сложности у нее получилось 13 томов. Страницы этих томов стали основой романа «Виктория и Абдул». За все эти годы о расследовании я узнала много нового и о королеве Виктории, и о ее любимом слуге на склоне лет – Абдуле. Я прочитала и перевела все их дневники, написанные на наречии языка хиндустане – урду. Там описаны все 13 лет их совместного времяпрепровождения. Эта история реально ждала своего времени, чтобы ее рассказали миру. Она невероятная. Мне повезло, что я рассказала ее всем. Меня заинтриговало то, что это было белым пятном в истории, подлинным алмазом, тщательно скрываемым от нас более века. Для меня стало настоящим откровением, что королева Виктория очень близко общалась не просто со слугой, а со слугой-индусом. Реакция ее приближенных была весьма предсказуема, во всяком случае для той эпохи. Тогда представители иной культуры вызывали скорее отторжение, чем интерес. Шарабани сумела перевести все дневники самой королевы Виктории, и мы от первого лица знаем, что думала королева. Ее мысли, читая слова, перекочевали и в наш сценарий. Шарабани было особенно важно, чтобы картина «Виктория и Абдул» воспринималась в первую очередь как история изгоя – столкновение двух кардинально отличающихся друг от друга культур. Мы решили, что будет интересно рассмотреть фигуру королевы Виктории с точки зрения обычного юноша из Агры, который оказался приближенным к вершине мировой империи. Работы некоторых режиссеров имеют столь узнаваемый, столь специфичный оригинальный стиль, что стоит только назвать имя постановщика, как о фильме все становится понятно. Это совсем неплохо и не говорит об ограниченности или заезженности, но гарантирует зрителю привычное качество, гамму желанных эмоций и понятное настроение. Стивен Фрирс относится к числу именно таких мастеров кино. В его фильмографии, ведущий отсчет еще из 1960-х, случалось всякое, но сейчас режиссер стал по-хорошему предсказуем. Миссис Хендерсон представляет и Филомена, королева и фортуна Вегаса Шери и Флоренс Фостер Дженкинс, словно яблоки из одной корзины. Они могут отличаться формой, размером, оттенками цвета кожуры, но попробовав одно, вы осознаете вкус каждого из них. Именно он решился экранизировать сценарий Ли Холла, написанного по книге Шарабани Басу. Главное достоинство нашего фильма – исключительный историзм, потому что сценарий, как и сам роман, полностью основаны на дневниках королевы Виктории, которые она писала сама на Урду. Мы ничего не выдумывали, а просто перенесли ее слова на экран. Монарх наплевал на культурные, социальные и прочие предрассудки, чтобы узнать много нового о реальном положении дел в Индии с помощью своего слуги и учителя Абдула. Межнациональные отношения – это очень интересно. Я своенравная, алчная, у меня скверный характер, и я чересчур люблю власть. За мной масса грехов, но только не безумие. Как ты смеешь презирать Абдула? Я королева Англии, императрица Индии, но прежде всего я слуга миллиарда своих подданных. Абдул возвысился благодаря своим достоинствам. Он был слугой, теперь он мой друг. Я много лет не была так счастлива. В первую очередь продюсеры озадачились поисками актрисы, достаточно величавой, гордой, остроумной и эрудированной настолько, чтобы убедительно сыграть роль бабушки Европы. У всех на уме была лишь одна кандидатура. Стивен Фрирс раньше уже работал с Джуди Денч и знал, что она великолепная актриса, которая, как никто другой, справится с ролью Виктории. Кроме того, она уже играла королеву в фильме «Ее Величество Миссис Браун» 20 лет назад. Так что это амплуа для нее не было в новинку. К нескрываемому счастью продюсеров, обладательница премии «Оскар» Джуди Денч в свои 82 года охотно согласилась вернуться к образу могущественной королевы на склоне жизненного пути. Я была очень рада этому неожиданному предложению. Я с головой погрузилась в ее образ, когда мы работали над фильмом «Ее Величество Миссис Браун». Исправно делала домашнюю работу, так почему бы и нет? Я восхищаюсь Виктории как уникальной исторической личностью. Да и история была очень необычной. От такой трудно отказаться. Когда работаешь с Шекспиром, всегда можно вернуться к оригиналу пьесы, надеясь, что за некоторое время научилась чему-то новому в своей роли. Виктория же была вполне реальным, а не выдуманным персонажем. История взаимоотношений главной героя фильма разворачивалась в очень непростой для Виктории период жизни. Виктория была счастлива в отношениях с принцем Альбертом, ее супругом. Затем с Джоном Брауном, фаворитом из Шотландии. Абдул заполнил пустоту в ее жизни. В любой компании она была спокойна и совершенно расслаблена, не придавая особого значения мнению со стороны. Люди говорят, что она была олицетворением всей эпохи. Трудно себе представить. Королева Виктория взошла на престол, когда ей было всего 18 лет, и не покидала его до самой смерти. Ближе к 70 в ней проснулся бунтарский дух. Она занялась изучением языка урду и штудированием Корана. Она всегда отличалась эксцентричностью, но в последние годы жизни эта черта характера обострилась. Она была титулована императрицей Индии, но в какой-то момент поняла, что ее знания об этой из самых важных колоний Британии крайне скудны. Вот такая ее вовлеченность в государственные дела всегда вызывала отторжение двора и правительства. Королева Виктория была очень интересной личностью. Как уже все поняли, отношения королевы Виктории и Абдула Керима на долгое время были выкорчеваны из истории Англии. После смерти монаршей особы были уничтожены почти вся переписка и дневники индийского фаворита. Лишь в 1951 году мемуары барона Генри Понсунби, личного секретаря королевы Виктории, пролили свет на удивительный союз, живо заинтересовавший историков. Виктория и Абдул – типичный фильм Стивена Фрирза, наполненный юмором, сыгранный блестящими актерами, тонко чувствующий эпоху и услужливо помогающий зрителю определиться с эмоциями. Нужно сразу отметить, что историческая достоверность ленты весьма сомнительна. Точнее, относиться к сюжету стоит как к волшебной сказке, в основе которой лежит реальная история, ведь сценаристы старательно обошли стороной все острые углы, резкие повороты и неприятные черты характера Абдула, сделав из него небесно чистый образ идеального друга престарелой королевы. Никакой алчности и коррупции, никакого давления на Викторию с целью устроить жизнь отца в Индии, никаких интриг Абдула против прислуги зрителю не покажут. Это нарушает сказочный образ. Я, кстати, сам живу недалеко от Агрим, того самого великого города, где находится Тадж-Махал, так что мне понятен менталитет тамошних жителей, кем и был Абдул Керим. Это мечта любого актера сыграть такую роль. Стивен Фрирс — один из моих любимых режиссеров, и я делал все от меня зависящее, чтобы моя актерская игра в точности соответствовала его режиссерскому видению. Абдул все принимает за чистую монету, его эмоции тут же отражаются в мимике. Это стало поводом для многих шуток в фильме, поскольку он, в отличие от всех прочих, говорит то, что думает. Королева души в нем не чает и не может вдоволь наговориться с ним. Если зритель не слишком требователен к точному изложению исторических фактов, если эмоции при просмотре важнее соответствия документам, а красота в кадре первостепенно по отношению ко всему остальному, то Виктория и Абдул являются лучшим подарком любителю похода в кинотеатр. Здесь есть и великолепные пейзажи, и уникальные декорации, и пышные наряды, и достоверный грим. Есть в фильме место и ярким эмоциям. Местами кино у Стивена Фрирза получилось очень смешное, а кое-где, например, в монологе о том, что Виктория не является ненормальной, чувствуется драматическая мощь. Больше того, на первое место авторы ставят мысль о том, что Абдул действительно беззаветно любит королеву и служит ей со всей отдачей. Разве это некрасиво? Очень красиво. Но сказочно и местами наивно именно в силу того, что сценаристы спрямили образы и отвернулись от заметных противоречий в реальном сюжете. Но именно такими фантастическими историями о любви и верности и воспитывается лучшее в людях. Так что пусть сказки остаются на экране, тем более так хорошо сыгранные и снятые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин